Ну и здравствуйте! Всех приветствую на своем канале Лариса, которая выходит из депрессии, борется с депрессией много-много лет. Подписчики, вам отдельный-отдельный привет. Сердечко, как всегда, от меня. Сегодня у меня такой радостный день за мои последние, скажем, 6-7 лет. Потому что депрессия у меня началась давно, с 2018 года. Кто раньше смотрел мои предыдущие видео, я рассказывала. То, что я обратилась только с апреля месяца к своему неврологу и психиатру, все это он в одном лице, вот, мне помогло за счет антидепрессантов и работой над собой, конечно. Да, мне потребовалось долгих 9 месяцев. Антидепрессанты я сейчас пью, получается, сейчас уже началась сегодняшнего дня, 11-я неделя. Все еще не так хорошо и радужно. Но есть большие-большие очень, как говорится, сдвиги, что я начала. Опять появился интерес к жизни, появилось стремление что-то изменить, изменить себя, свой статус жизни, уровень жизни, скажем. появилось желание просто жить. Некоторые думают, что, ой, как она быстро тут начала сразу же, то сидела, плакала, а теперь она так умничает, еще нам какие-то там советы дает. Потому что у меня был такой один комментарий, что я сразу же что-то там делаю не так и быстро. Может быть, для кого-то и быстро. Но я считаю, 9 месяцев, может быть, и быстро. Но я работаю над собой и пью антидепрессанты, одну таблетку утром по назначению психиатра, также с психологом работаю. Да, у меня еще не все хорошо. Но есть так, что, скажем, я не в том состоянии, которым я была в 2018 году и не была 9 месяцев назад, а до апреля месяца этого года. Что-то происходит у меня быстро, на что-то у меня еще стоит блокада. Есть и также и хорошее настроение у меня, и плохое настроение. Все зависит от моих мыслей, с которыми я борюсь. Я не говорю, что у меня уже прям все супер-пупер. Но если я буду себя сравнивать 2018 год или, скажем, апрель месяц, 9 месяцев назад, это очень-очень большая разница. Это Лариса большая. Лариса это одна и другая, можно сказать. Видео я начала снимать только, мне кажется, с июня месяца или с конца июня. Раньше я боялась, я стеснялась, а затем я просто решила, что я попробую. То, что я раньше не снимала и не показывала, конечно, так получилось, что я не стала вести свой канал раньше, потому что у меня действительно не было, скажем, я стеснялась, я видела в себе такие минусы. Я стеснялась, естественно, показать свое лицо. Это было на первом месте. У меня был канал раньше создан, но я снимала все без своего лица. А в какой-то момент просто уже была такая граница, что я просто начала вести канал для себя, как терапия. То, что некоторые думают, что сидела, плакала, тут высказывалось. И высказывалось, да, когда антипрессанты не действовали, естественно, я и плакала, я высказывала, я отвечала на вопросы про мою жизнь, все остальное, как я оказалась в Германии, что я делала, чем занималась. Когда уже у меня действия антипрессантов на четвертую, пятую неделю начали действовать, естественно, я начала меняться. Плюс я начала много читать, смотреть. То, что я делюсь с вами, беру там, я не знаю, с Ютьюба, с ТикТока, не знаю, психологов. И вы мне тоже советовали очень много посмотреть. Там Курпатова, Астахова, если я не ошибаюсь. Я тоже это все смотрю. И если какие-то вещи я цитирую вам на экран, это не то, что я вас учу и заставляю делать, чтобы вы тоже делали, как вот я делаю. Я просто делюсь тем, что мне помогает. Если вы скажете, мне это не помогает, то, естественно, не помогает. Мне тоже некоторые психологи не заходят. Я смотрю и думаю, нет, мне это не пойдет со своими там советами или еще что-то. Я вам просто показываю свой пример. Свой пример во время депрессии. Я говорю, что за эти 9 месяцев под наблюдением психолога и психиатра мне стало намного лучше. Да, у меня еще есть в голове какие-то свои вот эти вот проблемы. Они многие остались. Многие. Я решила проблему, но решила уже спокойно. Эти проблемы я просто не могла решить раньше из-за депрессии. Я себя нагоняла постоянно мыслями. И никакие проблемы, с одной стороны, я не решала. У меня только были слезы, паника, агрессия, пониженная самооценка. Понимаете? То, что если я вам что-то советую с того же YouTube, TikTok или каких-то психологов, что я беру с литературы, что я читаю, это не означает, что я вас чему-то учму и заставляю делать так. Я делюсь этим. Конечно, кому не нравится, пусть меня не смотрят. А говорить, что я быстро перепрыгнула со слезивой какой-то там стареющей клоунессы до, не знаю, умника и психолога, я считаю, это не так. Это мое мнение. Еще я решила, что это мое мнение. Я тоже вам это советую. Советую. Каждый совет можно принять или отклонить. И делать по-своему. Идти своим жизненным путем. Я просто показываю вам, может быть, вам что-то подойдет, а что-то, естественно, не подойдет. Токсичных людей, я уже вам говорила, я в своей жизни убираю. Убираю. Если вы мне что-то советуете, я это принимаю. Если нет, я скажу, да, это мне не подходит. А те люди, которые будут меня оскорблять и навязывать свое мнение, я могу его выслушать, у каждого свое мнение. Но когда начинают оскорблять, я считаю, такие люди просто не моего уровня, какая бы я была саморазвитая, не саморазвитая. Да, я 30 лет отработала, у меня трое детей. Я понимаю, что я, может быть, не развивалась, а как нужно другим. Я не окончила университеты, я не окончила институты. Я приехала в Германию, была уже вторым моим сыном беременная. Да, я пошла просто какой-то рабочий, чтобы воспитывать детей, не зная язык в другую страну. Я это все понимаю, что такого саморазвития у меня нет. Но я считаю, что даже если сейчас мне исполнилось 53, и я стареющая женщина, то я имею право, я думаю, я хочу поменять свою жизнь. И сколько мне на роду написано, я также хочу жить счастливо. И вот когда я думаю, что если вы раньше, я не пила антидепрессанты, вот это у меня самооценка, и вот это вот все было, мне кажется, на такие комментарии я бы просто-напросто, наверное, перестала просто вести канал. Я бы боялась выйти опять в эфир, вот с вами, ну не в эфир, а скажем, записывать видео. И меня бы это задело, я бы, наверное, обиделась, я бы увидела в себе комплексы. Сейчас, баста, я больше никогда не буду идти под чужим мнением, которое мне навязывают. И даже если меня будут оскорблять, я все равно знаю, что я самая красивая. Хотя, конечно, я честно вам скажу, как женщина, я бы, конечно, хотела кое-что изменить. Это у каждого свое представление о старости. Каждый по-своему стареет, и я никого не осуждаю, кто что делает. Потому что я то же самое хочу кое-что изменить в своей жизни, даже, может быть, своей внешности. Я никогда никому не скажу, это не делай, это не делай, почему ты это делаешь, и зачем ты там нам цитируешь то, что нам не нужно, это тебе не подходит. Кто решил, что мне что-то не подходит, что я должна делать, как хотят другие. Поэтому сейчас у меня, слава богу, то, что я пью антидепрессанты, работаю над собой, я думаю, что я хотя бы начинаю свою планку повышать. Если бы мне в моей 18-20 лет, когда я жила со своим бывшим свекром и свекровкой, был сейчас вот такие же, как я себя сейчас ощущаю, у меня бы никогда, никогда я бы не позволила себя обидеть. И я позволила обидеть также на работе, когда я приехала в Германию, не зная языка. А сейчас 53 года, я думаю, что я имею право на жизнь, даже если я не такая саморазвитая, не получила и для кого-то. Поэтому я сейчас буду бороться. Кто со мной, кто мой человек, кто мои зрители, скажем вы, значит, вы будете со мной. Если кто-то не хочет, естественно, он может не смотреть. Ну, окружение, я считаю, и я просто, естественно, вам советую, окружение сделать так, чтобы ваши люди были на вашей волне, а не чтобы вас понимали, поддерживали. Не жалели, жалость не надо, поддержка нужна, чтобы они вас поддерживали. Критика нужна, но эта критика должна соответствовать, а не так, чтобы просто взять человека, обидеть за то, что он за 30 лет воспитывает трёх детей на какой-то простой работе, работая, не реализовался так, чтобы подходить к высшему статусу саморазвития. Да, я работала, но что же я могу сделать? Что я могу сделать, что я в глазах других не саморазвита, как им надо? Какая есть, такая есть. Я думаю, таких, как я, женщин, очень много. И те, которые боятся, боятся сказать что-то и выйти вот так вот снимать видео. Я тоже такая же была. А то, что я сейчас выхожу из депрессии, и то, что мне становится лучше, я знаю, что это специалисты мне помогают, но также надо ещё самому что-то делать, потому что так и будешь, ты от таких людей токсичных зависеть, и будешь бояться рот открыть или будешь обращать на них внимание. Нет, больше я этого делать не буду. Не нравится, до свидания, просто до свидания. Вот такое сегодня у меня видео, показывая вам, да, накипело немножко, но я хотя бы научилась, научилась отбиваться, скажем так, и отстаивать свою точку зрения. По-другому я не вижу этого. Если каждый раз слушать вот эту критику, только критику, критику, и ещё, скажем, критику, не соответствующую по моему пониманию. Каждый может сказать, надо выслушивать критику. Да, нормальную критику, но не когда тебя оскорбляют. Когда тебя начинают уже оскорблять, я считаю, что это уже тоже пунктаный вор, как у нас говорят, ниже плинтуса. Не надо меня засовывать. Я считаю, какая есть, такая есть. Я не играю, я не пишу сценарий, я говорю на одном дыхании, как оно есть, что я чувствую, как я чувствую, что в моей жизни происходит. Мне этот канал помогает, помогает как терапия. Высказалась? Да. Так, сегодня у меня такой день. Я вам обещала сказать, что я 10 лет не была на своей родине Киргизия. Она для меня Киргизия. Сейчас, естественно, как говорят, Киргизстан. Так что кто с Киргизией, если меня смотрит, большой привет моим землякам. Казахстан тоже. Почему? Потому что я часто, у нас границы так почти не было. Мы туда-сюда катались, ездили в тоже родной. И поэтому я вам сегодня скажу, что мы, я и моя старшая дочь, мы летим в Киргизстан. Ха-ха-ха. На мою родину, где мне была 10 лет. И это тоже было связано и с депрессией, и вот с этим вирусом, когда нельзя было туда лететь. Я помню, как было в 19-20 год. В это время у меня там и мой брат умер, и моя мама умерла. Поэтому это тоже дало немножко сдвиг, что я тоже на депрессию очень дало и за счет брата. Он на два года младше меня умер. Ой, сердце небесное, Господи. Вот сейчас я об этом говорю. Я бы, конечно, если бы депрессанты не пила, я бы начала плакать. Они меня хоть, ну как, успокоили. Хотя, конечно, поэтому мне охота посетить их, естественно, могилы. Увидеть свою любимую подружку. Мы с ней как сестры. Мы крестили детей. Вот моему крестнику было 18 лет 1 декабря. Мы как раз поедем поздравим с 18-летием мальчика. Уже, скажем, мужчина, да? 18 лет, свершеннолетний. А моя старшая дочь, она крестница моей как раз подруги. Так что мы связаны, как говорится, такими узами, что она мне как сестра. Сегодня мы вечером по немецкому времени 18.55 с Нюрнберга вылетаем в Стамбул. А уже со Стамбула по тому времени в час 20 ночи мы летим в Бишкек. И утром прилетаем уже в 5 часов у нас разница с Германией. Пол 10-го мы должны нормально все приземлиться в аэропорт Манасо в Бишкеке. Поэтому у меня сегодня такое настроение. Я еще должна приготовиться. Я еще только проснулась недавно. Как видите, я еще такая не готовая. Но сейчас я вам покажу, что я подготовила. моя дочь приедет ко мне. Она в Амберге живет где-то почти час ехать до Нюрнберга. И я вам сейчас покажу. Я приготовлю борщ. Горячий еще пар идет. Борщ, борщ, борщ. Моя дочь очень любит. Мы хотим перед дорогой покушать. Нас, конечно, тюркиши будут кормить. Потому что со Стамбула до Бишкека лететь, скажем, больше 5 часов. 5 часов. И еще там чуть-чуть. А вот я сейчас покажу. Мой чемоданчик стоит. Это я с собой возьму в самолет. Такой свой я показывала уже в других видео. Такой вот теплый шарфик. Он платок и шарф. Он очень большой. Это мой чемоданчик. Блин, свет надо, наверное, включить. Не видно. Вот он мой чемоданчик. У нас на улице дождь, со снегом, холодно. И сумочку. Я уже накупила подарков. Моя дочка тоже. Им шоколада охота, как всегда, немецкого. Вот все уже стоит, приготовлено. Нам разрешено 20 килограмм. потому я очень, естественно, возбуждена. Но в положительную сторону. У меня нету такой вот там атаки, паники. Одной бы мне, конечно, было страшно лететь. Вот. Но моя старшая дочь меня поддержала. Она сказала, мама, я с тобой полечу. Я тебя поддержу. Тем более, она тоже свою крестную не видела много лет. Мы в последний раз тоже с ней вместе, мне кажется, летели. Я уже, понимаете, уже столько лет меня там не было, что я даже кое-что и представляю, какие изменения произошли в Киргизии. Поэтому мне это будет очень интересно. На родину мы много чего планируем. Я, конечно, буду вам показывать, снимать. И я думаю, что это даже мне поможет восстановиться. То, что я столько лет не могла это сделать и была в таком состоянии, что я ничего не хотела и не могла. И действительно на меня очень, на нервную систему это все повлияло. А сейчас я хочу все изменить. Я считаю, что нет в этом ничего зазорного, позорного, что я хочу в свои вот эти вот 53 года, как мне там писали, хотелки свои осуществить. Да, я хочу, я хочу осуществить свои хотелки. Я хочу, чтобы у меня какие-то желания сбылись. Я этого хочу. Я не знаю, что в этом плохого, когда человек начинает позитивно думать, начинает что-то делать. плакать. Я же не должна сидеть еще, скажем, 6-7 лет, плакать и надрываться и ничего не делать. И то, что у меня проблемы денежные, да, у меня денежные проблемы, а упрекать меня, что я от YouTube что-то получаю, но не получаю я от YouTube ничего. Этот канал мне ничего не дает, не платит YouTube, понимаете, я этот канал делаю просто для себя. Я делаю для себя, потому что мне приятно вот так вот общаться, это как терапия, я могу высказаться, показать что-то. Я знаю, что есть только каналов на своего любителя, на своего зрителя. Если придет мой зритель и те люди, которые будут со мной на волне одной, я очень вам рада, я всех таких приветствую. Критику я могу поддерживаю критику, но я уже предупреждала без оскорблений. Я считаю, когда человек начинает тебя оскорблять, то я даже дискутировать не буду на эту тему. Я даже не буду с человеком таким дискутировать. Я буду только принимать адекватную критику, буду отвечать, кому что-то непонятно или кто будет задавать мне вопросы. А вот эту вот обзывашки, я это все прошла. Мне уже 53 года, чтобы уже оценивать людей по их действиям и поступкам. Такого я больше в своей жизни не потерплю. Вот такая я стала строгая. А скажем так, что я стареющая, как мне там написали, стареющая клоунесса, почему бы нет? Ну да, стареющая, что же я могу сделать? Если бы была возможность, да, хотя бы лет 10 назад вернуть, с удовольствием. А клоунесса, между прочим, очень тяжело быть. Мне кажется, в цирке самое главное это клоун. Попробуй ты людей подержи, рассмеши, чтобы им было весело, чтобы им было позитивно, чтобы они хотели только из-за этого клоуна прийти в этот цирк. Я вспоминаю Олега Попова, которого я видела. Он в Нюрнберге у нас, между прочим, был, там он даже как часто приходил в русский магазин, это правда. У нас даже рядом здесь в русском магазине находится Микс Марк и, скажем, Никулина. Очень великие люди, так что, если меня, скажем так, назвали стареющие клоунессы, для меня это, между прочим, даже комплимент. Что остальное мне писали, я, конечно, говорить не хочу, потому что не хочу идти на этом. Не волк, как говорят у нас, как такие люди. Я буду выше их. Вот такое вот сейчас я записала коротенькое видео. По мере возможности я буду вам показывать, все зависит, конечно, от интернета. Видео я буду снимать, буду показывать. Мне самой очень интересно аэропорт Стамбул я уже была, но очень давно. Мне тоже интересно, как он изменился за эти 10 лет. Я там была как раз, когда летели мы в Киргизию и саму Киргизию. Я считаю, 10 лет это очень большой срок для любой страны. Поэтому очень интересно, я немножко, как я же говорю, приятное у меня волнение. но в остальном я скажу, да, я потихоньку, потихоньку выхожу с этого депрессионного состояния. У меня есть еще кое-какие, как говорится, заморочки, есть кое-какие блокады на кое-что. Вот, но я думаю, что если я буду дальше психологом, психиатром работать, что я все-таки справлюсь. вот. Так что встретимся в следующем видео. Я буду дальше готовиться до часов пяти, а в пять часов мы поедем с моей старшей дочерью уже в аэропорт Нюрнберга. И кое-что, если я удастся мне снимать, я потом вам покажу. Надеюсь, вам будет это интересно. Так что спасибо вам большое за внимание, за поддержку. меня поддерживаете, мне это очень приятно. Вот, также моим деткам большой-большой привет. Иоаннесу спасибо, моей снохе Эммануэле спасибо. Они меня все материально поддержали. Александра вообще нам чекин сделала, уже у нас билеты, уже вот эти QR-коды все у нас есть, даже и с Нюрнберга в Стамбул, и со Стамбула в Бишкек. Такая она нам помогает, естественно, моя девочка. Карина, тебе тоже большое спасибо, тоже мне материально меня спонсировали, скажем так. Но это мои близкие люди, они мне просто помогли. Я им за это, конечно, благодарна. Также мой муж, который со мной находится, живет еще, ищет еще квартиру, но скажем так, что мы с ним хорошо поговорили, разобрались, я в других видео говорила, он тоже мне помог и помогает, хотя, ну, мы, но это для меня, скажем, такая тема, что все хорошо, все нормально, еще поработать надо над собой, и будет вообще все хорошо. Так что я готова к приключениям, к положительным эмоциям, я думаю, что эти положительные эмоции мне очень-очень помогут. Так что Лариса к путешествиям готова, а вас я беру с собой. Пока-пока, ваша Лариса. Субтитры создавал DimaTorzok